всем привет друзья с вами орликина и на моем канале вы сможете найти множество образовательного контента по данной игре земля туманов и большую часть контента будет снимать игрок борис он является одним из сильнейших игроков данной игре он недавно сделал свой обзор замка видео будет в подсказке и по ссылке в описании обязательно подписывайтесь на нашу группу вконтакте ссылочка на нее будет в описании тут будут выходить новые бонус коды полезной информации по игре и вы всегда можете задать вопросы по игре земля туманов свой вопрос и получить на него ответ и не забывайте подписываться на наш youtube канал а если вы уже нажали кнопочку подписаться то приятного вам просмотра в данном видеоролике и так обновление установлено давайте посмотрим что изменилось шип кальянсов вынесено вот сюда в отдельно что быстрее можно было переходить по поводу событий ничего нового не появилось появился только набор новый вот такой сундучок в котором фрагмент 1 из 20 давайте проверим то что то не писали потайная пещера заходим нет здесь также покорить и подземелье только ты как-то здесь криво написано видите съехала все что еще они могли поменять здесь будет рулетка удачи опять еще какая-то рулетка как будто нам не хватает рулеток будет также другие жетоны для рулетки которые можно купить конечно же только в наборах и одну прокрутку дают еще бесплатно новые декур замка новый облик похода опять же в этом событии можно будет получить удать посмотрим экран карты добавлен значок перехода к таблице лидеров игроки получают ранги по количеству пройденных этапов вот видите а события прорыв осады где она вообще только первом королевстве что я это карта которую я показывал в предыдущем видео первом королевстве это событие находится вот тут вот это вот вот это интересно убраны затраты на содержание войск более подробные свиньи можно получить на экране данные по месте давайте сразу же посмотрим данные по месте заходим ну вот общее содержание 0 в час так что можно будет открыть всю еду сейчас протестируем 176 миллионов пока мы смотрим дальше посмотрим изменится ли это количество еды если нет то замечательно можно будет ограбить все фермы сразу же на еду и на кристаллы на все ресурсы ну что еду я держал всегда запечатанный чтобы потому что у меня был такой что я открыл и 200 миллионов там сгорело за пять дней далее у них еще по русалкам сказали что здесь можно будет сделать авто назначение вот что появилось смотрите отправить снова учается что одним касанием собираются все вот эти вот ресурсы три раза нажимать не надо на каждого переходить просто нажимаем отправить снова и все далее у них здесь вот еще по русалкам они сказали что можно возможно отправить первые вот здесь вот то что обещали да не вижу я а нет появляется появляется то есть можно наконец-то нажать зажать нажать и удерживать и наконец-то прокачать русалку только это все видите не отображается то есть я вот удерживаю только вот здесь анимация на самой русалке как-то так вот коряво работает то есть в гофтам сразу же списывалось общее количество жемчужин ну все равно это хоть коряво и сделано но это опять же здесь китайский язык появился опять хоть это сделано коряво но это быстрее гораздо позволит прокачать русалку у меня есть все недостающие материалы для этого все вот эти вот жемчужины они должны по идее все десять уровне покрыть может восемь уровней небесная сфера до визуальное это изменение обновление небесной сферы смотри написано небесная сфера будет обновляться автоматически после того как вы выполните достаточно заданий да вот это вот было перекрывание то есть одно задание прикрывало другое я не мог выбрать вместо убить угрозу а там волосы они были в одной точке отправить добывать одну в катакомбы там на исследование сейчас мы посмотрим вначале вначале вот задание предсказания как это выглядит посмотрим через час с коллективом на использование функции массового набора войск мы можем переключать вкладки на экране войск чтобы использовать разные варианты набора и тренировать огромное количество войск вот это вот такое не писала это кстати удобно потому что вот интересно как это будет отображаться когда они будут готовы просто например потренировалось 23 тысячи солдат и непонятно было а где-то по тренировалось 2000 и когда вот здесь будет значок готова не было понятно вообще значит где сколько солдат натренировано сейчас я ускорять не буду мы для этого ждем события здесь это конечно же пока не отображается на экране тренировки войск добавлена кнопка быстрое ускорение для оптимизации использования ускорения при тренировке да вот это мы сейчас увидели с вами вот это что такое оптимизировано отображение лигот для ли вип подчеркивающие эксклюзивные преимущества помню то же самое также здесь показывалось награды такие же нет но здесь я не знаю что не оптимизировали отображение по сути здесь точно ничего не изменилось я это знаю раздел вчера проверял вот допустим хотим отправить войска в поход здесь пишет оптимизировано удобство настроить количество соотношения типов войск путем перетаскивание ползунков пропорции на экране похода как это выглядит теперь пишет затерянный континент когда я выхожу когда я вот на карту выхожу пишет затерянный континент тоже так не писала что здесь за пропорции непонятно мы также выбираем войска управлять нет 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 это то же самое число непонятно главное что у нас так здесь поменялось здесь ничего пока ждем в общем-то новых героев потому что уже все заждались первым королевство герои те же самые в другой игре постоянно добавляют новое 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 здесь у нас ничего нет уже четыре месяца мы ждем героев для дальнего боя так я зашел с фирмы чтобы показать как выглядит теперь новая тренировка то есть здесь не нужно будет нажимать на плюсик как это было просто вот здесь был плюсик там вы нажимаете вот выбираете сразу же сколько потренировать войск 5000 войск сразу автоматически используется то что у вас есть на складе вот это лимит тренировки 20 тысяч войск и вот новое тоже добавили это 100 тысяч войск то есть теперь когда у вас после кавака будет это удобно будет значит баф на 300 процентов ускорения скорости тренировки вы используете вот эти 100 тысяч не уверен что это выгодно в плане для выполнения заданий то есть это может быть выгодно для попадания в рейтинга но через неделю через еще на следующем же событии так мы обычно берем 20 тысяч и попадаем вот в топ подготовка к вк тренировка войск но и в общем еда не пропадает и сейчас я ограблю все фирмы сколько там будет миллиардов это очень долго все это будет у меня на одном аккаунте это замечательно вот единственный плюс этого по сути обновления и давайте сразу посмотрим здесь небесную сферу как отработать ого да иконки теперь огромные здесь это отображается синим цветом а было фиолетовым смотрите какие огромные иконки теперь отображается так ну посмотрим ага прям то есть реально не промахнуться так сделали что раньше на маленьком экране нужно было убирать теперь вот так вот нет наложения они все отдельно находятся то есть угоритм следит чтобы не накладывался на другую так так собрали награду только смотрите мы отправили сюда да она должна как-то пример газ ну то есть цвет меняться я отправил до конца я понимал куда я отправил вот вот это минус в предыдущей сфере там вы отправили и цвет изменялся значка здесь он не меняется вот здесь нужно нажимать на каждой и смотреть куда я правил он куда не отправлял интересом чего это все синим стало посмотрим скорее всего это потому что просто сфер мы здесь уровень не такой давайте сейчас я открою с другой фирмы где эта сфера прокачена гораздо лучше Итак, вот мы открылись с фермы. Здесь даже есть оранжевый цвет. Оранжевый цвет это ниже уровень. То есть это вот самый высший, видите, у них так сделано, золотой. Здесь как раз фрагмент для карты морей, для похождения самоцветов. Надо к этому теперь привыкнуть. Раньше это отображалось красным. Доступны здания поблизости. Теперь так пишут еще. Но мы не можем отправить сразу же сюда все войска. Здесь они все, конечно, переработали, но я говорю, что непонятно, куда мы отправляем на добычу. Должно как-то это выделяться. Нам в игру добавили три новых события. Давайте их разберем. Вот здесь вы можете видеть награды. Они завязаны опять-таки на пополнение. Называется русалочный праздник. Торговец приехал, у которого мы накапливаем праздничные звезды и меняем на награды, купоны. Мы за каждые 10 купленных алмазов в центре пополнения вы получаете праздничную звезду. Вот единственное бесплатное здесь событие, это вот когда мы нажимаем вход, отмечаемся. Мини-игра появилась. Управляем персонажем на поле. И еще одна мини-игра, чудесное погружение. Давайте посмотрим, сейчас все ли они открыты. Значит, вот первое. Торговец с праздничными звездами. А здесь как раз-таки вот эти вот звезды мы меняем. Здесь лучше всего выбрать именно фрагмент обезьянки для отмена. И вот тут как раз показывается общее количество купленных алмазов. И вот этих вот звезд. Одна звезда за каждую 10 алмазов. Итак, вот вы отмечаетесь. Можно отмениться только 14 раз. Итак. Давайте посмотрим, что такая за игра. Прыг-прыг. Новая. Обычная платформа зеленого цвета, исчезающая от белого, движущаяся синяя и сломанная. Вот такая коричневая. Это знаете, как вот это раньше было? Это игра, как он вверх прыгал. Помню, человечек такой. Как-то он прыгает от воздуха. Какие-то здесь есть подарки, значит, за 80, 150, 200 очков. Итак, вот я открыл все три награды. Давайте посмотрим, что здесь вообще. Ну, кстати, неплохие награды. Так, здесь есть таблица лидеров. Я на 31 месте. Ну, посмотрим. Через 7 дней будет расчет. Посмотрим, какой максимальный здесь будет рекорд. Главное, что вот я набрал 200 очков. Разблокировал награды. Так, мы пять раз поменяли по две детали. Суним у нас теперь 10 фрагментов обезьянки. Да, действительно, вот все фрагменты поступили на... Даже вместе с теми. То есть мы вот открыли все три приза и все сюда поступило. Хорошо. И последняя мини-игра. Чудесное погружение. Оно еще пока закрыто. Видите, как 13 дней есть. Еще в игру добавили события на ускорение исследований. Такого не было никогда. Было только всегда на ускорение тренировки. Как можете видеть, здесь совсем другие награды. Материал для самоцветов и ускорение строительства. Это круто, и даже здесь дается свиток заоблачного самоцвета для тех, у кого нет самоцветов. Мне это как раз таки не нужно. Есть только вот сущность самоцветов и сердце солнца. Но это интересно. Если будет меняться, то есть сегодня ускорение исследований, завтра ускорение строительства. Это замечательно будет. Сейчас я не буду пока перестраиваться. У нас есть 5 часов. Я ограблю сейчас свои фирмы. И здесь добавили такой вот набор новый ускорения. Да, вот так вот. Здесь самое главное, вот эти вот сундучки, которых я рекомендую использовать здесь VIP очки. Вам нужно как можно быстрее накопить на VIP 9, чтобы ваша статистика увеличилась на 10%. И поэтому делайте приоритет на основном аккаунте, именно на VIP очки. Вот благодаря всем этим сундукам я уже накопил практически на VIP 9 без доната. VIP 9 вам дает этот летающий облик. Он построит сразу. Это просто единовременный бонус. И самое главное, вот 10% к статистике. Скорость войск по ходу построит сразу увеличивает. И вот давайте посмотрим по вчерашнему обновлению. Вот как это выглядит. То есть 3 русалки закончили собирать. Нажимаем получить награды. Вот так. И отправить снова. Все. То есть гораздо удобнее, чем раньше было. Далее я свою русалку прокачал уже до 48 уровня. Потратил все жемчужины. Вот так вот мы нажимаем, теперь удерживаем. Ну вот только здесь сразу, видите, обновляется только когда я палец убираю. И вот сейчас мы уже ее прокачаем до 49 уровня. Потом нужно разработчикам что-то делать, потому что я знаю старых королевствах. Там у людей уже десятки тысяч жемчужин. И до сих пор три русалки. Все. 49 уровень. На этом мы заканчиваем видео с обзором всех обновлений. Интересно. Но ждем того события про рюмфосад, который они указали. Оно должно вообще-то появляться вот здесь. А у нас опять дурацкая пещера. Покоритель подземелий. Всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Всем пока.